Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, как правильно сдавать анализы. Анализы на гормональный фон во многом зависят от того, правильно они сданы или нет. Для того, чтобы получить максимально достоверные результаты анализов, а то есть качественно диагностировать состояние и правильно подобрать лечение, нужно сдавать анализы по следующим правилам. Первое. Анализы сдаются утром на голодный желудок. То есть как минимум 8 часов перед сдачей анализов мы не принимаем пищу. То есть мы ничего не едим, мы не пьем сладкий чай, сладкий кофе, кофе с молоком и так далее. То есть как минимум 8 часов без еды. То, что касается идеального варианта, идеально это 10 часов голода. Если вам комфортно выдерживать 10 часов перед сдачей анализов, это просто идеально. Следующее. Это водный режим. Перед сдачей анализа в 2 дня мы соблюдаем нормальный водный режим. То есть без ограничения жидкости, без излишней воды. То, что касается приема жидкости непосредственно перед сдачей анализов. Если вы сдаете анализы на сахар крови и на инсулин, то дополнительный прием воды, глоток, может спровоцировать небольшой рефлекторный инсулиновый отклик. Из-за этого уровень сахара и инсулина будут менее достоверны. Поэтому перед сдачей анализов на сахар и на инсулин лучше не пить воду 2 часа перед сдачей анализов. И не чистить зубы, не жевать жвачку, дабы не давать колебания уровня инсулина и колебания уровня сахара в крови. Если же у вас имеется густая кровь, то есть тяжело взять анализ, то в случае повышенной вязкости медсестра может попросить попить воду перед сдачей анализов. В этом случае, если вы сдавали сахар и инсулин, вы говорите лечащему врачу. У меня густая кровь, поэтому прям перед сдачей анализов я пил воду. То есть ничего страшного тут нет, но об этом стоит сказать. Чистение зубов и жвачка перед сдачей анализов на инсулин противопоказаны. Потому что на вкус, работа вкусовых рецепторов, рефлекторный инсулиновод. И к нам это не надо, нам нужен утром базовый тощаковый уровень инсулина. Следующее это питание. 2 дня перед сдачей анализов обычное полноценное питание без перегрузок. То есть не нужно съедать огромную порцию жирного шашлыка вечером накануне сдачи анализов. Если вы переели мясо 2 дня перед сдачей анализов, мы увидим высший уровень белка, высший уровень мочевины. Нам это не надо, нам нужно увидеть истину, ваши средние параметры. То же самое. Если вы съели жирный шашлык с салом, еще не дай бог его заели жирным тортом, утром мы увидим более высокий уровень холестерина в крови. То есть 2 дня мягкое полноценное питание без злоупотреблений. То, что касается день цикла. Когда женщины сдают анализы на половые гормоны, то в фертильном возрасте при сохранном цикле анализы сдаются на 3-5 день цикла. То есть пошли месячные, вот 3-5 день цикла мы сдаем анализы. Если же мы сдаем анализы по весу, по щитовидной железе, то если мы не сдаем половые гормоны, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, тестостерон и ежи с ними, то анализы по весу без полового спектра сдаются в любой день цикла. То есть любой день пошли сдали утром натощак после обычной пищевой нагрузки. То есть 2 дня адекватное питание для стабильное без переедания, 2 дня адекватный водный режим, утром пошли сдали анализы. То, что касается физнагрузки, друзья, 2 дня перед сдачей анализов никаких спортивных экспериментов мы не ставим. 2 дня мы отдыхаем, гуляем в бассейн, пожалуйста, без перегрузок. Если вы сходили вчера на тяжелую тренировку с выраженным силовым либо кардиокомпонентом, а завтра вы пошли сдавать анализы, высокий уровень лактата, высокий уровень кортизола, скачущий сахар инсулин, скачущий пролактин. Не нужно сдавать анализы после тяжелой тренировки. 2 дня отдохнули, пришли все, пошли сдали анализы. Если вы сдаете анализ на пролактин, пролактин может подниматься после массажа молочных желез после полового контакта. Поэтому день перед сдачей анализов просто отдыхаем, грудь не трогаем. Что еще? Еще боль и простуда. Если вы собираетесь сдавать анализы, гормональный фон, анализы по снижению веса, и вы простыли, у вас температура, болит горло, подождите 2 недели, после этого сдавайте анализы. Если сдавать анализы на гормональный фон, инсулин, пролактин, гормоны щитовидки, во время острого простудного заболевания анализы будут менее достоверные. То же самое касается функции печени почек и маркеров воспаления. То есть мы простыли, полечились, и через 2 недели, после того, как у нас стихли вот эти вот острые симптомы, воспалительные и катаральные, через 2 недели после этого мы пошли и в плановом порядке сдали анализы на гормональный фон. То есть, друзья, для достоверных анализов, как минимум 8 часов без еды, как минимум 2 часа без воды, 2 дня без тяжелых тренировок, без массажей, без переедания, обычный водный режим. Анализы лучше сдавать в хорошей лаборатории, где сестры умеют правильно делать забор, крови это первое, то есть вам не расковыряют вены, потому что если забор делается плохо, вам это очень больно, вам тяжело, то кортизол, инсурин начинают меняться. Это первое. И второе, чтобы анализы максимально быстро пошли в анализаторы, то есть чтобы не было долгого хранения, транспортировки, потому что если хранение неправильное, то опять же результаты будут искажены. Особенно это касается гормонов щитовидки, ТТГ. Очень часто при неправильно собранных анализах, либо при неправильно транспортированном плывёт, и то же самое касается гликированного гемоглобина. То есть, если вам пришли анализы по щитовидке, какие-то совершенно странные, либо анализ на гликированный какой-то совершенно странный, но который никак не увязывается с клинической картиной, то лучше пересдать в той лаборатории, которой вы доверяете. Поэтому, друзья, правильно сдавайте анализы, правильно сданные анализы, достоверные результаты, это полуспеха в лечении. То есть, чтобы правильно подобрать терапию, правильно подобрать диету, нам нужно реально увидеть истинное состояние вашего организма. Будьте здоровы!